Это киноплёнка долгое время пролежала в архивах. Полностью её показывали в советских кинотеатрах только в конце 1925 года. Потом о ней старались уже не вспоминать. Второй раз за последние два года в Советском Союзе проходили такие грандиозные похороны. В январе 1924-го хоронили Ленина, а в ноябре 1925-го – наркома по военным и морским делам легендарного красного полководца Михаила Фрунзе. Хотя могила Фрунзе была подготовлена на самом почётном месте на Красной площади, рядом с мавзолеем Ленина. По стране уже тогда ходили слухи, что Фрунзе помогли умереть его товарищи по партии. Ещё в 20-х годах прошлого века говорили, что Фрунзе убрал Сталин, потому что он мешал ему в борьбе за власть. Более того, он увидел в полководце будущего организатора военного переворота в Советском Союзе, своего рода Красного Бонапарта. С того времени прошло много лет, и слухи о таинственной смерти полководца обросли мифами и легендами. Так что же на самом деле случилось с Михаилом Фрунзе? Субтитры создавал DimaTorzok Москва, 29 октября 1925 года, 12 часов дня. В операционном зале Солдатенковской и ныне Боткинской больницы шли последние приготовления. Предстоящая операция имела не только медицинское, но и политическое значение. Недаром наблюдать за ней приехала целая делегация из лечебно-санитарного управления Кремля. Пациентом был нарком по военным и морским делам Советского Союза один из самых прославленных полководцев гражданской войны Михаил Фрунзе. Уже через несколько дней по стране начали ходить слухи о том, что Фрунзе был убит во время операции. Слух о том, что Мишу зарезали, появился моментально. Члены делегации, которые поехали из Шуи на похороны Фрунзе в Москву, привезли вот это убежденное мнение о том, что Фрунзе был на операционном столе зарезан. Новую волну слухов подняла повесть непогашенной луны Бориса Пельника, которая появилась в журнале «Новый мир» через полгода после смерти Фрунзе. По ее сюжету глава государства заставляет сделать операцию командарма, героя гражданской войны. Командарм чувствует, что его отправляют на верную смерть, но, подчиняясь приказу партии, соглашается и умирает на операционном столе. Хотя Пельняк подчеркивал, что события в повести вымышлены, мало кто сомневался. А автор намекал на Фрунзе и Сталина. Власти явно занервничали. Тираж журнала с повестью был конфискован. Позже автор был арестован и расстрелян. На следствии Пельняк признался, что написал луну по подсказке видных троцкистов. От них он же якобы узнал и детали операции. Например, о влиянии наркоза на организм полководца. Действительно, именно троцкисты вскоре открыто заявили о том, о чем раньше ходили только смутные слухи, что именно Сталин приказал устранить Фрунзе, как потенциального кандидата на роль красного Бонапарта. Это была сознательная пиар-акция, направленная против одного конкретного человека, Сталина. Поскольку больше никого обвинить в смерти Фрунзе вроде было нельзя. Но что же тогда на самом деле случилось с Фрунзе? Отец полководца был молдаванином, служил военным фельдшером в Туркестане, в городе Пешпек. 21 января 1885 года у Василия и Мавры Фрунзе родился сын Миша. Всего у них было пятеро детей, два сына и три дочери. Отец Фрунзе умер рано, в 42 года. И вдове его пришлось просить у власти стипендию на образование сыновей. Ей не отказали. На обучение Михаила выделили, к примеру, 120 рублей в год. Это были большие деньги. Оба брата окончили гимназию с золотой медалью. Если бы тогда молодому гимназисту сказали, что через 20 с небольшим лет он станет военным министром огромной страны, он бы, наверное, не поверил. Его преподаватели и товарищи считали, что из него может получиться настоящий ученый. Фрунзе особенно любил биологию и химию. А вот о военной карьере даже не помышлял. Когда он был назначен командующим Туркестанским фронтом, в своем письме к матери он писал, «Дорогая мама, стою в роли командующей армии Туркестанского фронта. Как видишь, я был вынужден силу и обстоятельств подвязаться на военное поприще». В 1904 году Фрунзе поступил на экономический факультет Петербургского политехнического института. Среда вечно бурлящего и недовольного существующими порядками студенчества оказала сильное влияние на его взгляды. Они становились все более и более радикальными. Фрунзе примыкает к большевикам. После расстрела рабочей демонстрации 9 января 1905 года он написал матери, «Потоки крови, пролитые 9 января, требуют расплаты. Жребий брошен. Отдаю всего себя революции». По партийной линии 20-летнего Фрунзе отправляют вести подпольную агитационную работу среди рабочих Иванова, Вознесенска и Шуи и формировать из них боевые дружины. Он был слишком эмоциональным, увлекающимся и неравнодушным человеком. Жизнь революционера-подпольщика явно не способствовала укреплению его здоровья. Митьки считает, что язвенная болезнь часто возникает у людей, которые много нервничают или переносят тяжелые стрессы. Фрунзе часто приходилось испытывать и то, и другое. 29 октября 1925 года, за несколько часов до операции, уже в больничной палате наркома Фрунзе навестил другой знаменитый красный полководец, Семен Будённый. Он вспоминал, что Фрунзе чувствовал себя превосходно и говорил, что ему даже не верится, что сегодня его будут оперировать. В палате Будённый начал уговаривать Фрунзе ехать домой. И Михаил Васильевич почти согласился, он даже надел гимнастерку. Потом вдруг что-то вспомнил, разделся и снова лег в кровать. Есть решение ЦК, сказал он, и я обязан его выполнить. Получалось, что не врачи, а Центральный комитет партии сыграл решающую роль в том, что нарком согласился на операцию. В декабре 1905 года шуйские дружинники участвовали в вооруженном восстании в Москве. Командовал отрядом, который насчитывал тысячу бойцов, Михаил Фрунзе. После разгрома восстания ему с трудом удалось бежать. Полиция и жандармерия уже тогда вела поиск известного шуйского большевика Арсения. Это был один из его псевдонимов. Установили даже награду за его поинку. Но ему каждый раз удавалось уйти от преследования. Однако Фрунзе все же был арестован. Это случилось 24 марта 1907 года. Один из мифов, созданных вокруг фигуры Фрунзе в советские времена, гласил, что полиция ворвалась на конспиративную квартиру, завязала перестрелку с подпольщиками. За это Фрунзе якобы и приговорили к смерти. Однако все было совсем не так. Он стал жертвой своей эмоциональной натуры. Морозной зимой 1907 года на явочной квартире большевиков в Шуй Фрунзе проводил совещание. В какой-то момент он посмотрел в окно и увидел, как по улице проезжает в санях полицейский урядник Никита Перлов. Революционеры его хорошо знали и ненавидели. Тот Фрунзе не выделил. И с криком «Я иду кончать Никитку», схватив пистолет, схватив браунинг, он выскочил из помещения раздетого. Следом за ним на улицу выскочил и другой подпольщик – Павел Гусев. Фрунзе начал стрелять. Ну, у Фрунзе в браунинге заклинило экстрактор, то есть пуля заклинила экстрактор, и он не смог стрелять, и, видимо, смазка замерзла на морозе. И он сказал Гусеву, стреляй ты. Тот начал стрелять, но Гусев был плохим стрелком. А у Перлова была военная выправка. Он начал отстреливаться, попал в рукав шинели Фрунзе, если бы чуть выше, возможно, Фрунзе лишился бы руки. Покушение закончилось ничем. Революционерам пришлось отступить. Но Перлов узнал Гусева, а установить личность его сообщника было лишь делом времени. Через месяц Гусев и Фрунзе были арестованы в один день. Здесь, в полицейском участке, урядник Никита Перлов избил их самым жестоким образом. Но это было еще не самым страшным. За покушение на жизнь полицейского им грозила смертная казнь через повешение. Защита добилась пересмотра дела. Она нашла лжесвидетеля, который заявил, что Фрунзе вообще в тот день в Шуе не был. Впрочем, это не помогло. В сентябре 1910 года Фрунзе и Гусева вторично приговаривают к смертной казни. Но был еще один важный момент, о котором раньше не было принято говорить. Сестра Фрунзе обратилась напрямую к Петру Аркадьевичу Столыпину с просьбой смягчить судьбу брата. И было принято решение о том, чтобы все-таки смертную казнь ему заменить каторгой. Ну и кроме того, мать Фрунзе непосредственно обратилась на высочайшее имя, то есть на имя Николая Второго, также смягчить этот приговор. В итоге Фрунзе легко отделался. Получил всего 6 лет каторги. Из тюрьмы он несколько раз писал родным о том, что у него болит желудок. Сам он считал, что на нервной почве. Нетрудно представить, какие стрессы испытывал молодой человек, который провел в камере смертников около трех лет. Ведь у Фрунзе была язва двенадцатиперстной кишки. А давно, в общем, уже известно, что некоторые болезни внутренних органов возникают у людей определенного склада. Люди такого характера всегда стремятся выполнить какое-то задание, но отнюдь не стремятся при этом выпятить свою роль. 29 октября 1925 года наркома по военным и морским делам СССР Фрунзе оперировал один из лучших хирургов России – Владимир Розов. Его ассистентами тоже были известные специалисты – хирурги Иван Греков и Алексей Мартынов. Фрунзе везли в операционную. Вскоре ему стали давать наркоз. В то время для наркоза обычно использовали эфир или хлороформу. Маски для этих веществ отличались по конструкции, но технология подачи наркоза была одинаковой. Вот представьте, передо мной лежит пациент, на его рот и нос закрыты этой маской. Я капаю сверху наркотическое вещество, и больной вдыхает эфиро-воздушную смесь. Именно наркоз и сыграет роковую роль в этой операции. Четыре года Фрунзе просидел в тюрьмах, в том числе в знаменитом Владимирском централе. В сентябре 1914 года его отправили в ссылку, в село Манзурка, Иркутская губерния. Отец, кстати, на каторке, он освоил очень хорошо столярное мастерство. Всю эту Манзурку, это довольно большое село было, оборудовали отцовскими табуретами, скамейками и прочее. Из ссылки, как и многие другие революционеры, Фрунзе вскоре сбежал. Этот побег сыграл в его жизни вдвойне важную роль. Если бы не он, то вряд ли бы в чете Фрунзе познакомился со своей будущей женой. В 1916 году Фрунзе женился на Софье Алексеевне, и с этого момента она является единственной спутницей жизни, потому что она бывала с ним и в различных переделках, и в годы революции, и в годы гражданской войны. Фрунзе жил нелегально под чужими документами. Знакомые отдали ему паспорт своего сына, пропавшего без вести на войне, и он теперь стал Михайловым. Под этой фамилией Фрунзе переехал в Минск, где его товарищи по партии устроили работать во Всероссийский Земский Союз. Там он занимался агитацией наших солдат бросать оружие, бросать фронт. Идея превращения войны, эмпиристической войну, в прощество правительства. Если бы через несколько лет такой агитатор попался самому Фрунзе, то он бы наверняка приказал его расстрелять. Но тогда подобные идеи были популярны у солдат. Да и сам Фрунзе вскоре стал в Минске известным человеком. Не случайно именно его, сразу после февральской революции, 4 марта 1917 года назначили начальником Минской милиции. Этот день и сегодня отмечается как день рождения белорусской милиции. Перейдя на легальное положение, он вызвал к себе из Сибири жену. И там он уже как начальник милиции выдал ей паспорт, как Софье Алексеевне, своей жене Михайловой Фрунзе. В октябре 1916 года Фрунзе сообщил жене и своим родственникам, что вскоре его будут, видимо, оперировать. Так и произошло. Фрунзе сделали операцию в связи с острым аппендицитом. Эта операция даст серьезное осложнение. Причем это выяснится гораздо позже. За несколько дней до второй, роковой операции, в октябре 1925 года, Фрунзе написал своей жене, которая тогда лечилась в Крыму. Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым. Даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее, оба консилиума поставили ее делать. Пусть уже раз и навсегда разглядят хорошенько, что там есть, и попытаются наметить настоящее лечение. Операционная выглядела в те годы примерно вот таким образом. Как же вел себя перед тем, как лечь на стол под нож хирурга Михаил Фрунзе? Вспоминают, что он надел чистую белую рубаху и сказал, как на смерть иду. А одного из своих товарищей попросил, в случае чего похороните меня в Шуе. И даже точное место указал на Осиновой горке. Так чего же так боялся Михаил Фрунзе? Почему он должен был не доверять лучшим хирургам страны, которые собирались его оперировать? Говорили, что Фрунзе предчувствовал, что во время операции что-то должно произойти. Потому что на самом деле его буквально силой заставили оперироваться. Он пошел на операцию, как будто по решению ЦК партии. Фактически ЦК партии тут ничего не решал, тут решала тройка. Осенью 1917 года Фрунзе вернулся в Шуе. Там его хорошо помнили и даже устроили по случаю возвращения митинг. Памятник Фрунзе и сегодня стоит в центре Иванова. И это несмотря на то, что отношение к революционерам в России за последние годы сильно изменилось. Однако дело в том, что Михаил Фрунзе считается основателем современной Ивановской области. По его инициативе в 1918 году была образована Иваново-Вознесенская губерния. И он стал председателем ее губкома. Ну а если говорить современным языком, губернатором. В октябре 1917 года Фрунзе собрал офицеров местного гарнизона и предложил им присягнуть новой советской власти. Тем, кто откажется это сделать, он рекомендовал выйти в отставку. Это было гуманно. В других местах просто расстреливали. Многие уже тогда замечали, что Фрунзе после неудачного покушения на урядника Перлова сам никогда не мог выстрелить в безоружного человека. Хотя, как полководец, посылал в бой тысячи красноармейцев и часто безжалостно уничтожал своих противников на фронте и в Туле. Фрунзе был твердо уверен, что переворот в России – это только начало революции во всем мире. Потом было не принято вспоминать, что он резко критиковал Ленина за «Брестский мир с Германией», подписанный в начале 1918 года. Он выступал за продолжение революционной войны. И Фрунзе просит отправить его на борьбу с германским империализмом. Ну, и понятно, что позиция Фрунзе была противна позиции Ленина. И Ленин, кстати, насколько я могу догадываться, потом не простил Фрунзе эту позицию в довольно сложный для Ленина момент. В 1918 году Фрунзе начал делать военную карьеру. И она была не менее головокружительной, чем карьера самого Наполеона Бонапарта. Во многом Фрунзе обязал ей Льву Троцкому, одному из создателей Красной Армии и тогдашнему наркому по военным и морским делам. Троцкий назначил молодого, но уже опытного партийца военным комиссаром огромного Ярославского округа, в который входило 8 губерний. Именно тогда Фрунзе занял кабинет, который располагался на втором этаже одного из самых красивых зданий Иваново-Вознесенска. Особняк принадлежал фабриканту Зубову. Когда-то здесь останавливались даже великие князья, а теперь хозяином стал профессиональный революционер, которого, как тогда говорили, царский режим приговорил к смертной казни. В декабре 1918-го все тот же Троцкий приказал Фрунзе принять под свое командование армию на Восточном фронте. А уже через полгода Фрунзе стал командующим всем Восточным фронтом. Тогда это был важнейший участок гражданской войны. В начале 1919-го года Красные отступали, и командующий белыми войсками адмирал Колчак грозился взять Москву. Как ни странно, появление Фрунзе на Восточном фронте резко изменило ситуацию. Красные перешли в наступление. Именно на Восточном фронте стала складываться легенда о Фрунзе как о непобедимом полководце. И действительно, он не проиграл ни одного сражения. Рецепт этого прост. Рядом с ним всегда на фронте были старые царские специалисты. Генерал-лейтенант Федор Новицкий и полковник Александр Андерс. Именно их знания обеспечили эти победы. В Красной армии служило более 100 тысяч царских офицеров. Это больше, чем у белых. Старые военные специалисты обычно планировали боевые операции и командовали частями красных. А профессиональные коммунисты были при них комиссарами. Фрунзе стал исключением из этого правила. Он умел работать с людьми. Он не издергивал их революционными подозрениями. Он создавал рабочую атмосферу в управлении фронта, армии, направления группы войск. И он в результате добивался успеха. Под командованием Фрунзе на Восточном фронте воевала дивизия легендарного Василия Ивановича Чапаева. Во время боев под Уфой чапаевцы захватили два парохода с белыми офицерами, которые не успели переправиться через речку Белое. Пароходы взяли, офицеров утопили в реке. Буднично отметил в своих воспоминаниях комиссар дивизии Дмитрий Фурманов. Фрунзе прекрасно знал о таких случаях. Он регулярно отправлял в столицу сводки о безжалостном подавлении крестьянских восстаний его войсками. Я думаю, что он достаточно глубоко переживал эти события. Но что-нибудь сделать, как-то изменить это он не мог. Он нес ответственность за порученное ему дело. Руководить армией или фронтом. А как сложится судьба каких-то там двух сотен белых офицеров? Ну, как говорил позднее генеральный секретарь, лес рубят, щепки летят. Несмотря на болезнь, которая время от времени валила его с ног, тогда он работал лежа в постели и пил разбавленную в воде соду, Фрунзе оставался энергичным и деятельным человеком. Как и все советское руководство, он по-прежнему мечтал о мировой революции и готовился к участию в ней. В октябре 19-го на митинге в Оренбурге Фрунзе сказал, путь в Ташкент уже открыт. И может быть то, что не удалось Петру Великому и другим императорам России, их мечта о приближении к Индии, может быть это удастся нам, измученной трудовой Россией. Мы взорвем английский капитал в Индии. Почти год войска Фрунзе с упорными боями продвигались на юг. Уже в самом начале операции хирургов ожидала неприятная неожиданность. На Фрунзе плохо действовал наркоз. Он очень тяжело засыпал. Наркоз давал хирург Алексей Очкин. Сначала для усыпления больного он использовал эфир. Эфир дозировать проще. Лечебное действие наступает при 8 объемных процентах, токсическое при 20 с лишним. Поэтому его можно капать, в принципе не боясь передозировки. Эфир не подействовал на наркома. Медики считают, что это произошло по двум причинам. Во-первых, Фрунзе был очень физически сильным человеком. И во-вторых, он слишком волновался накануне операции. А чем сильнее волнение пациента, тем больше вероятность осложнений во время наркоза. Когда бригада хирургов увидела, что эфир не действует, было решено перейти на хлороформ. Лечебная доза хлороформного наркоза составляет 4 объемных процента, а токсическая 6. То есть вот эта разница между лечебной и токсической дозой, она очень мала. Поэтому на заре наркоза было очень много смертей. И именно от хлороформного наркоза из-за малой широты терапевтического действия. Тем не менее, при операции Фрунзе использовали и эфир, и хлороформ. А сочетание этих препаратов может привести к тяжелому отравлению. Опытные хирурги это прекрасно знали. О фронте Фрунзе как-то сказал, что язва мешает ему отдаться работе с тем напряжением, которого требует его честь, его любовь к рабочему классу и преданность революции. И это было правда. Он буквально горел на службе. 28 октября 1920 года части Южного фронта Красных под командованием Фрунзе перешли в решительное наступление. Через две недели оборона Крыма рухнула. Но Фрунзе продолжает чудить и здесь. Он направляет телеграмму Троцкому, просит разрешения начать переговоры с Франгелем для предотвращения кровопролития. Ответ от Троцкого был получен примерно следующий. Михаил Васильевич, надо их заманить, а потом мы придумаем, что с ними сделать. Фрунзе подписывает приказ по войскам Южного фронта, в котором требует щадить пленных. Красноармеец страшен только для врага, говорилось в нем. Он рыцарь по отношению к побежденному. Фрунзе оставался по сути романтиком и человеком чести. А для Ленина главные были прагматические соображения. И честь, тем более офицерская честь, тут вообще были ни при чем. О чудачествах Фрунзе доложили Ленину. Он возмутился. «Только что узнал о вашем предложении Врангелю сдаться», – писал он Фрунзе. «Крайне удивлен непомерной уступчивостью условий. Если противник не примет этих условий, то нельзя больше повторять их, и нужно расправиться беспощадно». После того, как красные захватили перекоп, белые армии оказались в огромном крымском мешке. После этого Фрунзе обратился к Врангелю с предложением прекратить сопротивление и обещал амнистию всем сдавшимся в плен. Но Врангель Фрунзе не поверил и оказался прав. После сдачи полуострова массовые расстрелы начали проводить одновременно во всех городах Крыма. В Симферополе расстреляли 20 тысяч человек. В Севастополе – 12, в Керчи – 8, в Ялте – 5. Всего больше 50 тысяч расстрелянных. Крым был буквально залит кровью тех, кто доверился обещаниям Фрунзе. Как вспоминают очевидцы, массовые расстрелы вызвали у Фрунзе тяжелую депрессию. Он даже пытался отказаться выполнять расстрельные приказы. Но вскоре из-за этого был снят с поста командующего фронтом. Мне как-то мельком, очень неохотно сказал, близкий очень отцу человек на том фронте, Федор Федорович Новицкий, что отец чуть не застрелился после этого. 3 декабря 1920 года Фрунзе получил новое назначение. Он стал командующим войсками Украины. Позже он стал еще заместителем председателя Совнаркома Украины и переехал в Харьков, столицу республики. Казалось, это были ответственные высокие поступки. Но только не для Фрунзе – легендарного красного полководца. Фрунзе попадает в опалу, по сути. Он не получает тех дивидендов, которые мог бы получить как самый легендарный военачальник гражданской войны. Ленин ему явно не доверяет. Однако повоевать как полководцу Фрунзе еще предстоит. На этот раз со своим бывшим союзником, анархистом Нестором Махно, армия которого вместе с дивизиями Фрунзе выбивала из Крыма в Рангель. По одной версии 2000, по другой 6, обычно приводится цифра 4000 махновцев, которые остались живы после занятия перекопа, были расстреляны практически поголовно. Мало кому удалось вырваться. Нестор Махно начинает мстить красным. Целый год на Украине опять бушует гражданская война. Но народ за Махно не пошел. Он бежит за границей. Все это время Фрунзе мечтал о настоящих боях. За мировую революцию. В ноябре 21-го года из Батума в Турцию отправляется итальянское судно «Сананга». Среди его пассажиров человек, который представляется купцом Михайловым. Это Фрунзе. Он едет к чужим берегам с официальной миссией. Он должен подписать от имени Советской Украины договор с новым революционным правительством Кемаля Ататюрка о дружбе и братстве. Подтверждение серьезности намерений большевиков параллельным курсом идет судно, груженное оружием и с миллионом рублей золота на борту. Финансовая помощь туркам от советских республик в начале 20-х годов составила около 10 миллионов рублей золотом. Часть этого золота взяли из фонда помощи голодающим по Волжье. Одно время шли вообще разговоры о том, что Турция скоро вольется в братскую семью советских народов. Ребята скинули султана, у ребят красный флаг, ребята запретили там чадру, исламский обряд и так далее, и так далее. Классные ребята, они будут с нами. Мировая революция была на пороге. В Турции Фрунзе до сих пор считают одним из героев борьбы за свободу страны. В центре Стамбула установлен вот этот памятник. Здесь советский полководец на почетном месте, рядом с основателем республики Ататюрково. Однако героические дни революции постепенно уходили в прошлое. Наступало время аппаратных интриг и подковерных игр. От Фрунзе оно требовало не меньшего напряжения, чем военные походы. И это тоже влияло на его подорванное здоровье. У Фрунзе в течение последних лет его жизни регулярно повторялись кишечные или желудочно-кишечные кровотечения. И это тоже было прямым показанием к оперативному вмешательству. В медицине 20-х годов прошлого века считалось, что при подаче наркоза больной засыпает через 11-12 минут после применения хлороформа. И через 17-18 минут при использовании эфира. Но Фрунзе заснул только через полчаса. Под наркозом из токсичной смеси эфира и хлороформа он находился в общей сложности 65 минут. Хотя сама операция продолжалась только 35. Произошла передозировка эфира в 4 раза, а хлороформа в 1,5. Это совершенно, так сказать, чудовищные дозы. И после такой передозировки, фактически отравления наркотическими средствами, летальный исход был по существу предопределен. Примерно через час после начала подачи наркоза у Фрунзе начали появляться признаки острой сердечной недостаточности. Уход Ленина с политической арены страны произошел гораздо раньше его похорон. Еще при живом вожде в верхушке партии развернулась пока еще незаметная со стороны, но упорная борьба за власть. Фрунзе оказался перед нелегким выбором. С кем ему идти дальше? Изначально с Троцким у него были неплохие отношения. Фрунзе можно было даже назвать его протеже. Хотя потом, в годы гражданской войны, именно Троцкий обвинил его в бонапартизме. Однако в январе 1925-го, когда Михаил Васильевич сменил своего начальника на посту председателя Реввоенсовета, отношения между ними были безнадежно испорчены. Особенно после того, как Фрунзе начал давно назревшую военную реформу. Резко сократил не только вооруженные силы, но и наркомат по военно-морским делам и генштаб. В основном за счет сторонников Троцкого. Так что подняться на верхние ступени карьерной лестницы помог Фрунзе, конечно, уже не Троцкий. Он давно считал своего выдвиженца предателем, переметнувшимся в стан его врагов. Фрунзе был использован в качестве противовеса Троцкому в борьбе за армию. Где Троцкий имел колоссальный авторитет, колоссальное влияние, и где практически всюду стояли люди, которые верой и правдой служили Троцкому в годы гражданской войны. И Сталин использует авторитет Фрунзе как революционера, авторитет Фрунзе как военачальника, как одного из строителей и организаторов Красной Армии, как бы шаблонно это ни звучало, для противовеса Троцкому. Впрочем, выбрал Фрунзе на эту роль совсем не Сталин. После смерти Ленина тройка в составе Сталина, Зиновьева и Каменева смогла оттеснить Троцкого от власти. Фрунзе оказался на их стороне. Как вспоминал бывший секретарь Сталина Бажанов, Фрунзе был назначен командующим вооруженными силами по рекомендациям именно Зиновьева и Каменева. Григорий Зиновьев в то время был одной из самых значительных фигур в стране. Зиновьев был председателем Коминтерна, а Фрунзе безоговорочно верил в мировую революцию. Поэтому он полагал, что именно под знаменем Зиновьева эта мировая революция рано или поздно совершится, и он, наконец, получит возможность снова повоевать. А ему очень хотелось снова повоевать, встать во главе армии и пойти куда-нибудь за пределы советского государства. Как бы там ни было, Фрунзе со своей легендарной биографией в новой роли как нельзя больше устраивал и Сталина. Тем более, что по характеру Михаил Васильевич скорее был исполнителем, нежели политиком. При Фрунзе прошло сокращение Красной Армии с ее огромных пяти миллионов учетных, а на самом деле, как их сосчитать, до пятисот тысяч. Реформа принесла ему дополнительную популярность. Тысячи крестьян могли теперь не отрываться от своих хозяйств на несколько лет. Фрунзе практически лишил власти в армии политических комиссаров. Он считал, что всей ее полнотой должен обладать командир, даже если он беспартийный. При нем существенно повысили зарплаты командира. Его обожала Красная Армия, писал один из современников Фрунзе. Именно тогда и пошли разговоры о будущем Красном Бонапарте, над которыми сам Фрунзе только смеялся. Впрочем, были люди, которым было не до смеха. Очень скоро, в декабре 25-го года, должен был пройти 14-й съезд партии. И на этом партийном съезде Каменев и Зиновьев собирались, так сказать, дать Сталину бой, поскольку они уже давно договорились между собой о том, что в стране нет коллективного руководства, а есть только единоличная, уже единоличная диктатура Сталина. Вскоре после назначения на пост наркома с Фрунзе стали происходить очень странные случаи. За последние полгода своей жизни он три раза попадал в автомобильные аварии. В одной из них он умудрился выпасть из машины на полном ходу. Здоровье Фрунзе снова резко ухудшается. Его отправляют лечиться в Крым. Политбюро принимает специальное решение, в котором требует от Фрунзе неукоснительно соблюдать все предписания врачей. Кстати, в то же самое время в Крыму отдыхали Сталин и Ворошилов. Однажды все втроем оказались на пляже. Ворошилов вспоминал, что ему бросилось в глаза прекрасное телосложение и мощная мускулатура наркома. Однако Сталин, к его удивлению, вдруг заметил, что у Фрунзе слишком бледная и дряблая кожа. Дела у него плохи. Боюсь я за него, добавил Генси. Вопреки рекомендациям врачей, больной Фрунзе едет сюда, в предгорье Айпетри, на охоту. Здесь происходит довольно странное событие. Его ординарец передает ему ружье, нечаянно нажимает на курок. Это по официальной версии. Ординарец оказывается убитым. Фрунзе остался жив. Это чрезвычайное происшествие вызывает у Фрунзе очередной приступ язвы и сильное кровотечение. Врачи настаивают на срочной отправке в Москву и госпитализации. 29 сентября все трое – Сталин, Ворошилов и Фрунзе – уехали в Москву. В Москве Фрунзе сразу же положили в больницу. Вскоре три врачебных консилиума, правда, с оговорками, высказались за операцию. Но сам Фрунзе еще сомневался. И тут накануне операции Сталин также его просил, сделая операцию, чтобы спокойно с этим делом и активно участвовать в деятельности партии, государства, руководства вооруженными силами. Осенью 25-го года Сталин проявлял все большую заботу о здоровье наркома. Он убеждал своих соратников, что все врачи и сам нарком считают операцию совершенно необходимой. На самом деле это было не так. Фрунзе колебался. Да и не все врачи были уверены в необходимости операции. Как, например, профессор Розанов. Хотя Розанов был категорически вначале против этой операции, ему это предложили сразу, то в итоге ему пришлось на это согласиться, после того, как Сталин и Зиновьев вызвали его к себе и сказали, что они очень беспокоятся по поводу состояния здоровья своего верного соратника и хотели бы, чтобы тот избавился от своих болячек и от своих повторных желудочных кровотечений. С того момента, как у Фрунзе после наркоза стала развиваться сердечная недостаточность, запланированная операция фактически прекратилась. Теперь врачи пытались спасти жизнь наркома. Однако сделать это было крайне сложно. Организм Фрунзе получил слишком большую дозу токсичной смеси. Тем более, что для проведения реанимации в то время было не так уж много способов. Кислородные подушки, инъекции, камфоры и другие весьма примитивные по современным меркам средства. При остановке дыхания могли применить искусственное дыхание, разведение рук в стороны и сведением их на груди, да, или дыханием рот в рот. После того, как на операционном столе Фрунзе наложили последний шов, по сути дела, так и не начиная операцию, началась борьба за его жизнь. Она длилась 39 часов. Проблема была в том, что сердце начало давать перебои из-за сильной интоксикации наркотическими веществами. Могли ли тогда хирурги, проводившие операцию, выполнить преступный приказ и умертвить больного? Профессиональный авторитет этих старых специалистов был очень высок. Можно ли было в то время, а это был 25-й год, так убояться воли Кремля, чтобы поступиться принципами и убить человека? Моя точка зрения, как общего хирурга и как историка, что в данном случае сговора быть не могло. Врачи исполняли свой профессиональный долг так, как требовала ситуация. Другое дело, что они под влиянием обстоятельств могли принять какое-то поспешное и не совсем правильное решение. Но если Фрунзе стал жертвой классической врачебной ошибки, то почему тогда из причины его смерти попытались сделать тайну? Было ли только совпадением, что все хирурги, которые оперировали Фрунзе, вдруг умерли в 1934 году, хотя официально от различных болезней? Почему хирург Кочкин, который совершил во время операции роковую ошибку с наркозом, вдруг начал делать блестящую карьеру и стал одним из руководителей кремлевской медицины? И сейчас ему стоит памятник во дворе Боткинской больницы. И, наконец, главный вопрос. Почему хирург Кочкин совершил ошибку, и никто из опытных коллег не остановил его, когда стало ясно, что наркоз на Фрунзе действует не так, как надо? Мы не знаем, почему доктор Рочкин передозировал наркоз. Передозировал он его от растерянности, от неумения, или передозировал по приказу вышестоящих инстанций. Фрунзе скончался 31 октября в 5 часов 40 минут утра. Уже через 10 минут после его смерти в больницу приехали члены партийного руководства во главе со Сталином. Они дожидались результатов вскрытия тела наркома. Причиной смерти назывались особенности строения его организма, которые якобы делали его нестойким по отношению к различным нагрузкам, например, узость сосудов. Позже об этом в официальном интервью, перепечатанном всеми газетами, заявит хирург Греков. Концовка этого прошедшего цензуру интервью выглядела весьма патетически. Автор утверждал, что когда здесь Фрунзе находился еще в сознании, врачи успели ему прочитать записку Сталина. Услышав слова вождя, Фрунзе радостно улыбнулся. На самом деле в записке не было ничего особенного. Сталин писал, что они с Микояном приехали навестить наркома, но их не пустили врачи, и они приедут еще. Последний путь наркома зафиксировали на кинопленку буквально по минутам. Просьбу Фрунзе похоронить его в Шуе на Осиновой горке, конечно, не выполнили. Ему устроили похороны по самому высшему разряду. Для прощания гроб установили в колонном зале Дома Союза, куда приходили огромные делегации от коллективов и целые воинские части. Смерть наркома оказалась на руку Льву Троцкому, который максимально постарался использовать ее для подрыва авторитета Сталина. Этим можно объяснить и скорость появления слухов об убийстве Фрунзе Сталина, да и причину появления повести «Непогашенной луны» Пельника. Но Троцкий в этой борьбе оказался в меньшинстве. Наркома похоронили у кремлевской стены под звуки оркестра и орудийные залпы. Жена Фрунзе, Софья, тяжело болела. На похоронах она даже не могла стоять, и для нее рядом с могилой поставили кресло. Она умрет через год. Появилась даже версия, что Софья покончила с собой, так как знала, что Фрунзе умертвили специально, и она не смогла этого пережить. Были слухи, что она покончила с самоубийством. Помню, как она о нас беспокоилась. И я абсолютно уверена, что она, если бы даже у нее были силы и возможности, она была все время под присмотром, лежачая, больная, то она бы нас не бросила от них слишком маленьких. После смерти Фрунзе, а затем его жены, Тимура и Татьяну взяла на воспитание семья Ворошилова. Сейчас вы видите уникальные кадры из архива семьи Фрунзе. На них Ворошилов и вдова Ленина Крупская рядом с детьми полководца и его матери. Тимур Фрунзе станет летчиком-истребителем и погибнет в январе 1942 года. Ему будет посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Татьяна станет ученым-химиком, но все это будет только потом. Они с отцом были хорошие друзья. Климент Эфремович очень хорошо знал нас с Симкой. И вот тут я уже очень хорошо их помню. И его, и Екатерину Давыдовну, они много с нами возились. И в один прекрасный день и год Эфремовна спросила меня, как бы ты отнеслась, если бы вот совсем к нам переехать. Я не возражала. Тима тоже. Именно Ворошилов, верный соратник Сталина, занял место Фрунзе на посту наркома по военным и морским делам. А сам Фрунзе сразу после смерти был канонизирован. Его объявили видным военным теоретиком, выдающимся поководцем и верным соратником Сталина. Однако кинохронику его похорон отправили в архивы. Народу решили не напоминать лишний раз о популярности Фрунзе. Авторитет мертвого наркома теперь должен был работать только на одного человека. Смерть Фрунзе оказалась необычайно своевременной для того, чтобы Сталин продолжил свои фактически бонапартистские игры. То есть игры по захвату, дальнейшему захвату единоличной войны. Уже в следующем году Сталин начал решающее наступление против оппозиции. В результате сторонники Троцкого, Зиновьева и Каменева, недавних сталинских союзников, были разгромлены. А армия во главе с Ворошиловым оппозицию, разумеется, не поддержала. Но после странной смерти Фрунзе, страх военного переворота еще долгие годы преследовал советское руководство. Маршалы Тухачевский, Егор и Блюхев, другие военные, были расстреляны именно по обвинениям в подготовке свержения Сталина. Армия стала его важнейшей опорой по укреплению единоличной власти в стране. Продолжение следует... Продолжение следует...